Отдел занимается организацией проведения государственных закупок товаров, работы, услуг, как единственный организатор, а также управляет, проводит оценку и реализацию коммунального имущества. Также эффективное использование его, осуществляет приватизацию коммунального имущества, предоставляет в доверительное управление, в наем, в аренду городское коммунальное имущество физическим лицам и негосударственным юридическим лицам. В отделе 4 госслужащих, это вот руководитель отдела, 2 сектора, сектор по государственным закупкам и главный специалист, сектор по коммунальной собственности, тоже там завсектор. Сектор государственных закупок, он, как я ранее говорила, проводит организацию и проведение единых государственных закупок товаров, работы, услуг. Получается, проводят открытые конкурсы и аукционы заказчиков ЖКХ, УК, ЖПЕС, наших госучреждений и фазикосударственных секторов. Проведение государственного конкурса, открытого конкурса, получается, в начале утверждается бюджет, сейчас в конце года утвердился бюджет, на 23-й год, вот, получается, утверждается бюджет, после чего заказчик утверждает план госзакупок в течение 10 рабочих дней, после чего в течение, после утверждения плана госзакупок, в течение 5 рабочих дней он вносит план госзакупок в портал госзакупок, после чего каждый заказчик и поставщик, они видят все конкурсы, получается, предварительно при объявлении направляется проект конкурсной документации, там 5 дней на обсуждение, получается, любой поставщик может зайти, посмотреть, внести замечания, вопросы, в течение 5 дней, если подали на этот проект конкурсной документации, замечания, получается, в течение 5 рабочих дней мы должны дать ответ, после чего утверждается конкурсная документация, получается, уже как бы не проект, уже, а конкурсная документация, после чего направляется на прием заявок поставщика, где-то 15 календарных дней, в этот период поставщики потенциальные, они смотрят конкурсную документацию, если им, как бы, устраивают все, они подают заявки, это все электронно происходит, вносят обеспечение, это около 1% от выделенных, выделенной суммы на товар и работу и услуги, например, если это определенно 100 тысяч выделилось, 1% от него, они должны пополнить обеспечение заявки, а также прикрепить необходимые документы конкурсной документации, после истечения 15 календарных дней, получается, комиссия рассматривается конкурсной документацией в течение 10 рабочих дней, после чего утверждается предварительный протокол допуска, там носятся замечания, в случае несоответствия документах все прописывается, какие там ошибки, какие необходимо дополнительные документы, все там прописывается и направляется где-то около 3 рабочих дней на доработку, в этот период поставщик дополнительно несоответствующие документы прикладывает, которых не хватает, после, на 5 дней, также вот эта дополнительная заявка рассматривается, после чего, в течение 5 рабочих дней, после чего все это подводится, выбираются подходящие поставщики и так же завершается конкурс, ну, примерно конкурс 60 календарных дней проводится. Для участия в конкурсе любое юридическое и физическое лицо может участвовать, получается, они должны оформиться, как ИП или ТУ, зарегистрироваться в реестре госзакупок, после чего выбрать необходимую закупку, участвовать в ней, участие получается, вот как я ранее говорила, прикрепить заявки, а согласие прикрепить необходимые документы, но в разных случаях по-разному, если там при строительных монтажных работ, прикрепляется лицензия, в случае необходимой, например, базы, если в конкурсной документации для определенных там работ необходима база определенная, то прикрепляются документы про установящие, вот имеющие, например, поставщик, если в собственности, то договор купли прикрепляется, что это является его собственным или что это база в аренде, получается, эти документы прикрепляются. Если необходимо в конкурсной документации определенную технику, например, там самосвал для работы или там кран, то техпаспорт прикрепляется на данные, что он является собственником этого крана, например, или самосвала, или также договор аренды, что он арендует именно на тот срок, срок выполнения работ. Например, если там на 6 месяцев, у него обязательно должен быть договор именно на этот срок и более, не меньше. Мы сталкиваемся, бывает, что недобросовестные поставщики, которые прикрепляют недостоверную информацию, не исполняют договора. Вот, например, в этом году у нас около 200 конкурсов были проведены, из них вот около 1900 где-то договоров заключены, из них 47 на сегодняшний день поставщиков недобросовестные, они не исполнили договора, кто-то ложный предоставил информацию. Вот 47 они внесены в рейс недобросовестного участника. Сейчас 26 поставщиков по 26 направлено иски в суд о признании их недобросовестных участников закупок. Около 200. Ну там конкурсы, запросы ценовых, всего около 2000 договоров заключены в этом году. Способом конкурса, способ аукциона, все вместе с запросом ценовых из одного источника. Мы проводим только открытые конкурсы, как единый организатор и аукционы. Запросы ценовые из одного источника заказчики сами проводят. Открытый конкурс получается, это открытые закупки, может любой участвовать, желающий, так как юридическое и физическое лицо, это как бы видно. А за закрытый конкурс, он уже определенные поставщики, только они могут участвовать в данных, и у них только есть доступ на участие в закрытом конкурсе. У нас таких нет конкурсов, это в основном правоохранительные, специализированные органы. Они проводят закрытый конкурсов. Сектор коммунальной собственности тоже как бы, он работает через веб-портал. Если в госзакупках, реестр госзакупок, то здесь портал, реестр, госреестр. Веб-портал, госреестр. Также там мы прикрепляем объекты, получается, наши госорганы, если у них имеется свободная, не используемая площадь, которую необходимо, как бы она пустует, не используется, мы можем сдать в аренду, знаем это имущество. Получается, любой администратор бюджетных программ, он направляет нам сведения, что у них есть свободная, не используемая площадь, мы его выставляем на госреестр. И там тоже так, процедуры, в течение 15 дней рассматриваются, подаются заявки, получается, если участвуют, мы с ними договор заключаем. Также по доверительному правлению. Если, получается, тоже имеется для сдачи в доверительном правлении с права выкупа, без права выкупа. Также это через госреестр. В портал выставляются эти объекты на 10 лет, на 15. Это каждый, получается, администратор, у кого имеется площадь ОМП, мы им предлагаем или в аренду, если в случае не получается сдать ее в аренду, как бы не выходит. Получается, мы сдаем доверительное управление с правом выкупа или без права выкупа. Также через протал госреестр. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok